Для семи участников специальной военной операции в Приморье расширяют меры поддержки. Депутатам Краевого законодательного собрания предложили внести изменения в закон, предусматривающий предоставление сертификатов на жилье семьям участников СВО, потерявшим кормильцев. Норма предусматривает сертификат семьям с двумя и более детьми с наступлением их совершеннолетия. Депутаты поддержали изменения сразу в трех чтениях. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяка. Когда поступали многочисленные обращения и матерей, и семей военнослужащих о том, чтобы сделать эту процедуру сейчас, тем, чтобы они могли пользоваться уже этим жильем сегодня. Может быть, это где-то будет квартира сдаваться в НАИ. Может быть, кто-то привезет бабушку или дедушку для того, чтобы присматривать за детьми. В общем-то, это хорошая поддержка для тех, у которых осталось двое и более детей. Сегодня я хочу поблагодарить также депутатов законодательства собрания за единогласную позицию по этому вопросу. Эти поправки в закон поддержаны. Поэтому после вступления закона в силу через 10 дней мы начнем соответствующую процедуру, по которым семьи с двумя и более детьми, чьи отцы погибли в ходе СВО, будут получать уже жилье. По краю оно будет представляться в виде сертификата из расчета не менее 18 до 36 квадратных метров жилья. Причем обладатель сертификата может реализовать его в любом месте на территории края, но не меньшей площади, может и большей площади с доплатой. В Владивостоке мы будем предоставлять новые квартиры. Я думаю, что эта поправка в закон даст возможность этим семьям почувствовать поддержку государства. Мы дальше будем расширять такие меры поддержки в отношении других категорий.